всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на варкапе под номером 216 карта порнстара старенькая панстар плазморам я раньше думал что почему-то всю жизнь думал что это плазморам но называется плазморам и даже название видно снизу слева в общем то я сегодня опять один и давайте посмотрим на эту карту здесь нам дают много-много видимо плазмы battle suit и хейста появляемся без всего этого добра и переходя за черту бедности так сказать мы и вот грубо говоря вот тут вот сразу начинает нам давать на протяжении всего вот этого момента не знаю зачем это сделано но видимо чтобы на верочку так было карта ну исходя из названия это про плазму везде есть рампочки которые не совсем удобно использовать в кутри принципе пройти эту карту также может любой и мудский ролл как раз будет являться именно тот которым я прохожу сейчас по идее в основном вся сложность таких коридорных плазморанов именно в том чтобы без потери скорости допустим вот отсюда видно да что мы вот забираемся снизу наверх отсюда видно что есть диагонально вот эта черта и значит можно по этой диагонали черте подняться и сохранить очень много времени и приобрести очень много скорости по идее кстати и везде слик да еще на некоторых рампах тоже слик для удобства в кутри но вот на самых важных рамках вот типа вот этой допустим здесь слика нету самая большая рампа по моему на этой карте она немножко не оптимизирован но раньше об этом особо не думали тут конечно небольшой косячок это я думаю мы это простим ну и подъем и подъем и подъем и спуски здесь у нас тоже слик и оба то ли нам ракета где дают где-то вот здесь и опять очень большой промежуток у нас очень много места когда дают ракету здесь также слик спускаемся здесь также все слик и джемпад который кидает нас куда-то туда давайте собственно туда и пройдем и финиш находится прям вот так вот риггер большой жопки пиксельные хочет посмотрите ну и в общем то вот такая вот карта давайте я попробую пройтись в кутри в принципе почти ничем не отличается от цпм разницу я прямо объяснять рассказывать не буду поэтому и давайте пройду попробую по россии и собственно можем наверное приведем к вот основной момент был именно тут то есть нужно было с правильным углами здесь плазмить чтобы потом в атаку туда вылететь это реально как в кутри таких цпм поэтому если что собственно я думаю все могли использовать этот роут ничего здесь сложного нету как прочки как так и новички потому что если только правильный угол надо и все но естественно если вы совсем новичок то вам будет очень трудно и лучше этим не заниматься также тут у нас рампа как по которой нельзя прыгать кстати говоря ну как по которой можно забираться просто боковым стрейфом заберемся падаем вниз тут тоже везде можно плазмить основные ошибки потом мы отметим и еще тут скорее всего было очень распространенная ошибка среди средних силов на каком-то промежутке карты они могли не стрелять где-то вот вниз там падают да и либо куда-то вверх про или просто летят ну ситуации могли быть разные поэтому такая вот карта и наверху здесь тоже можно заметить что нету рампы так что любом случае нужно будет подравниваться именно к финишу плане в кутри здесь тоже не совсем удобно потому что этот джампад находится не у стены а в кутрии там бывает порой очень тяжело выровняться как то и плюс ракета отталкивает ну ну кутри финиш как бы такое себе можно сказать честно говоря давно и не играл но смотрим да как из-за чего не получилось она слишком рано или слишком диагональный высокий угол вы окей значит делаем трубку поменьше сейчас так опять вот уже по пораньше да по моему позже точнее еще рассмотрим почти почти вылетел можно было бы мне кажется даже присесть и прямо вылететь здесь на старте ничего сложного даже если вы вот так вот делали это тоже вполне играбельно его да вот мы вылетели и полетели здесь тоже в цепи еще такой момент был что нужно было очень хороший угол стать диагональными чтобы набирать скорость и терять высоту чтобы здесь сделать дабл джамп дальше продолжать возьмите уже по рампам такая вот карта ну 35 секунд буквально с многочисленными ошибками понятно что как бы новички может быть это все и не реализует но я видел комментарий что вот а как же нубы про нубы роутов про ты любовь но здесь нету их как бы карта коридорная как и прошлая карта которая была но это аркан рокет абсолютно здесь как-то как бы ну бери и плазми все здесь по одной стене всю карту плазмишь и вообще не паришься нет здесь вопрос опыта вопрос углов поэтому и это была единственная сложность так что даже не знаю можем попробовать уже посмотреть тогда дымки вроде бы все эту карту и то что у меня рокет оба не плазморан получается по небольшой комбо но тем не менее основной здесь доминирует плазма и слава у нас кстати не так много даю ей почему мне казалось что мы так много дымок вы подставили так а я не ту эту окей все окей 15 выкупу 319 cpm давайте по традиции начнем с уку 3 зичи и ланде так начинал с непривычной для меня стены даже не сразу понял что происходит угол не самый ровный я думаю что у него в принципе углы не выставлены и он просто без углов возьми хотя вот вроде бы 68 да ну вот то есть какие-то какие роуты ну какие вот ты просто от рампы до рампы лазмишь не паришься абсолютно пытался тут джампад дачу в джампад здесь не выстрелишь потому что джампад находится чуть выше чем пол из этого будет очень сложно в джампад при касании но в целом но углы очень плохие я думаю что ему стоит поиграть какой-нибудь вес пг ультимейт про карты с плазмами как раз кстати я сделал ролик где можно эту плазму потренировать поэтому давайте дальше на соточку перевел лунтик углы более четкие более хорошего то есть на здесь очень много потерял но из-за более хороших углов но допустим здесь за вот он очень много потерял потому что не плазмил вниз он пытался что-то подравняться сразу как то что как бы тоже правильно углы не самые хорошие опять же ну и финиш и даже я бы сказал побыстрее чему зичи ему ирландии а тогда а я еще раз упустил лунтик намного поживее вот единственном потерял очень много там на первой половине карты а тогда очень даже хорошо дим рог до 500 и ребил лунтика тоже не самыми хорошими углами то начинать здесь что так запутают как вот ты запоролся на старте ну нажми kill ты нажми там restart map restart ну здесь поднялся хорошо и здесь себя вниз плазмил это тоже очень важно очень много здесь тайма выиграл по рампе пробуксовал это нормально и ракеты как-то ну ким рог ну ну бог в помощи не знаю но так заборолся на старте но мог быстрее на секунду а то и на 2 тупо вот старт и врок все давай старайся лучше братишка мы пойдем дальше плюс две секунды сделал римыч так вот уже подъем вообще не зацепил угол хоть и не самый хороший но целом очень даже неплохо вниз себя не плазмил ну хорошая уже вот хорошая демка углы только не самый оптимальный и ой вот здесь за его потерял но старт намного быстрее здесь ракет много использовал и да и финиш в целом побыстрее молодец молодец очень хорошо пока у меня там даже дырка живут да да а вот дэкс кстати да мне было интересно как он две секунды жал я не смотрел еще дэнки так 37 большой отрыв по 2 секунды у нас идет юту из белоруссии сервер тайм у нас две минуты ну вот вот да очень хорошие углы ой вот здесь а это было так задумано ничего себе вот единственным дату конечно не очень-очень кривой но в целом вот это классно было мне понравилось ракетах джемпад попал и на финише потерял наверно около полусеки именно вот на самом финиш а так прошел очень бодренько youtube красава я думаю плазмораны у тебя очень хорошо получаются судя из этой дэнки так что да красава 30 ровно хулиган видимо с читами прошел эти глянем углы тоже неплохие не стал там запнется сейчас как-то он даже и не хотел как будто бы пролетать не зацепившись но да ну неплохо неплохо и финиш да вот финиш намного быстрее я думаю за счет финиша в основном он и выиграл потому что все остальное как-то уюту намного быстрее было так декус загранит дожить к кипиш сюда 5 по 1 и 2 секунды вообще неплохо очень хорошие разрывы идут на прошлой карте я помню а соточки мы долго очень смотрели а тут прям по секунде по 2 нормально пролетел ничего не зацепил здесь тоже плазмил себя вниз все очень неплохо но и здесь как какой перу этих нормально нормально димон даже вышел от такого там сервера тоже попал хорошо ракеты и финишировал до not уже начинается прямо очень очень бодрые плазморан и вообще ни разу и где не зацепился по моему хорошо красава кипиш молодец плюс 2 секунды очередные делают прикус давайте глянем где он сам или я не знаю подчасти внутри я прямо вот не скажу потому что в декстам 2 секунды отжал это очень интересный целом постановка углов хорошая и попал там сразу на ту рампу и финишировал человек очень классно очень хорошая демка ты кус молодец тоже ну видимо некоторым возможно эта карта понравилась прямо понравилось и они заврачили и сделали хорошие таймы это видно может быть и не нравилось но карта не самое сложное в любом случае так что с 300 сделал хэйс ну демки мне нравится пока что киньки нравится очень приятно такое смотреть на самом деле тоже должен пролетать из-за но уже все должны пролетать ничего не задевая ничего прямо нон-стопом плазми очень хорошо здесь все получается у него и финиш ну финиш не самый быстрый но зато все остальное исполнили очень круто прям не знаю что и сказать кет немного в аутсайдерах плюс секунду от хэйса сделал но этого стало недостаточно вот уже не приземляясь тоже ничего не зацепил угол не на самом деле не самый оптимальный вот здесь хорошо здесь тоже хорошо здесь тупую в рамку так вырезался это не самый хороший вариант ну и здесь да вот 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 и финиш уже гораздо быстрее да вот вот этот тайм и целая секундочка у нас вот здесь вот так далее монстрик на сотку перебил кета монстрик какой-то неплохо неплохо монстрик давай посмотрим что ты тут учудил так хорошую угол и здесь все хорошо и рампу минимально там зацепил и финиш где-то побыстрее конечно но вот за счет остальной карты сделал плюс сотку очень круто красавчик кет пукет грюм и репа плюс 500 монстрика ну неплохо неплохо идут все идут скоростные демки я думаю выбираемся мы до этого дела очень хорошие углы 1800 перед этой рампой здесь очень тоже хорошо вылетел еще и перед рампа приземлился зацепил верхнюю рамку дался дополнительно скорость еще еще и вертикальная была скорость перед падением в дыру ну это просто ну очень много здесь всего очень очень и очень хорошо пролетел но тайм до тайм вот 21 так и топ-3 уже у нас пошли вот 46 андет вуди будем думать что это не я продолжал я играть тут в обе физики на тот момент но 1600 у меня всего было перед рампой а у реку что 1800 но здесь я приземлился прямо четко перед рампой перед самой меня это дало очень хороший плюс и финиш вроде как немножко побыстрее да так и вышло так это я ой 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 да можно и так кстати заходить пусть и о какой-то фны это 170 пинку и не для нас бригад значит на какой насеку почти быстрее чем буди интересно она вот в основном и база скорее всего это решающий фактор стал другой немного старт и здесь тоже очень хорошо все повернул угол на самом деле срезал очень мало там поднабрал да и финиш тоже побыстрее да бригад молодец красава неплохо ну и декс сделал секунду от бриганда интересно да ну очевидно та же самая будет дорожка они там все друг друга как говорится это самое ой на рампе как повезло но это там полку это рандомный опыт он словил типа но на той рампе на последний по идее можно было бы и забраковать эту дырку потому что но потом ставим скилом посмотрим ладно так мультик 32 4 cp ну как ты ему на рампе там у декса все очень хорошо получилось так обувь включена ну лунтик ну что такое лунтик братишка ну что стоит угол слишком острый ставит лунтик у нас и финина финиш так запоролся ну углы 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 группа про род я уж ничего не буду говорить в целом я думаю он и так знал что надо использовать как ну по-другому идти а по углам по самому прохождению я думаю что нужно посмотреть видео ему про плазмокарты плотно про плазмораны и попробовать немножечко поднять свой скилл в этом смысле секунду сделал суслик интересно кстати это такой суслик сибири суслик суслики сибири интересно так углы не самый хороший использовал просто рампу 51 угол так здесь нормально и здесь нормально видимо свезло так что или боковые так чувствует хорошо но на подъем углы не самые хорошие вот здесь тоже он там пытался вроде подравняться либо просто рука кислась непонятно на самом деле но углы да если что для вашего сведения мало ли 70 точнее но скажем так 69 71 идеальными идеальные углы для подъема наверх мало ли вдруг кто не знал если что по плазме у нас тоже есть гайды можете их посмотреть хотя бы разок и быть более подкованным теоретически чтобы не допускать каких-то ошибок примыч очень хорошая демка пока что мы видим единственно вот он зацепил ну а и угол немножко не тот там был надо в целом неплохо 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 вы более-менее хорошие и до римич любишь молодец так 20 дней побыстрее на секунду до теренки как удобно на секунду быстрее чем римыч youtube неплохо ну вы кутри уйду очень хорошо получилось цпм он решил не использовать стену просто сам так зарулил попал в эту щель будем ее назвать щель угол слишком острый абсолютно вообще ничего не набирал на стене и и и и и и и и ракетов в джимпад тоже пропустил ну блин в кутри гораздо лучше дэмка смотрелась хардкор на сотку перебил youtube не забывай а ей как она в воздухе подвис а каскадер ой здесь не задел делаешь да ну финиш по крайней мере хороший финиш хорошая так ну блин чуть не очень хардкор 2 страся лучше возможно но все мы знаем что у каждого из нас бывают сильные слабые стороны у кого-то плазмы слабого 2 слабый в любом случае надо подравнивать так сити хабиб красава неплохие углы на самом деле 68 старается там выравниваться здесь тоже угол подровнял но уже было слишком поздно здесь здесь тоже до подровнял молодец видит видела все из вот человек следит за углами да у него не получается выставить сразу правильный но тем не менее он пытается он выравнивается он как-нибудь да проходит очень хорошо большой большой молодец и хабиб поздравляю 285 на секунду перед благим рог гораздо лучше тайм по рейтингу так скажем вцепаем чем в ку-3 тоже пролетел щель не ничего не зацепил молодец здесь у нас угол не самый оптимальный но ну практически в ноль там конечно отстрелял он и финиш опять но финиш ноги бро ну ты что ты стримы не смотришь что ли давай играй нормально как этот блин бегать как девка тут что-то с джемпадом сисюкается некрис плюс 500 огнем рока конгрианский у нас имейт углы хорошие ой как встал зачем почему как так вышло прямо в краешек рампу попал видимо был очень хороший плюс и решил его просто донести финиш не самый оптимальный либо по моему насколько понял последний день по поиграл немножко и отправил вроде бы как-то так было но в целом вроде как неплохо но углы углы нормальные видно что опыт есть но единственного да скорее всего просто ее не поиграл эту карту и получился такой тайм средненький 274 хуха ухала игру смотри они серверные обстань все хочу посмотрю понял ну хорошие углы от лица здесь немножко косичнул 64 очень-очень немного выравнивался практически в ноль поднимался в плане эффективности здесь угол почти хороший пролетел прямо крылья гаммышки мотнул пролетел хорошо в дырочку финальную и да неплохой стрейф а точение стрельни неплохие ракетам неплохая плазма но в целом в целом неплохо единственное вот нужно конечно пытаться выравниваться побыстрее по углам точнее следить именно за углами видишь что плохой и сразу выравнивать так что страсти лучше пулям с 200 сделать у халлы сервис игру смотри ешь указывает мне еще указывали еще тут указывает не забаню везде тебя вот блин лишь какие так хулиган шо опять до хулиган нет нет нормальный нормальный улыбается все хорошо у хулигана у пашки давай пашка давай тащи падал в дырочку долго паша паша ты же знаешь что в дырочку надо быстро падать ну да и в целом 9 из 39 попал в топ-10 до не на самом деле как бы я не рофлил тут у хулигана очень хорошая плазма и было кстати всегда такая поэтому хулиган молодец стиль чэн под семи два большой-большой молодец и с большим-большим отрывом 2 секунды давнет лайк написано россия на самом деле он из финляндии если это был секрет и я его раскрыл то это не был секрет ну и давайте посмотрим о кстати хорошо повернул нифига повернул слушай мне снова потом заползнул конечно ой 1900 здесь надо было выравниваться по углам 70 с чем-то стать здесь тоже не самые хорошие углы здесь угол более-менее хороший ой ой какого финиш и ты лишних ракет конечно накидал и финиш очень медленный вот прям очень долго ты к нему летел ты бы мог сделать на секунду быстрее братан ты мог перебить так файвы и стать рядом с варпаком ну если бы ты здесь был и играл бы в оффлайне и вся ситуация была бы такая ну короче да вот лайк молодец ну классный классный старт мне очень понравилось углы в целом уже почетче и я думаю что можно равняться на дамут лайда тем кто ниже него хулиган там понятно сам на себя равняется вот тем предыдущим очень даже ничего так 24 и 784 у нас два таких тайма я вижу монстрики шарлон танк давайте посмотрим за шарлон танком на пяти хаточку практически побыстрее а еще с бустом другой мини-бус получился классно тоже когда углубить у нас этот завернуть плюс тут плюс 200 а здесь у нас у меня все когда угол не самый хороший все 1800 зато сам углы вертикальный зато вот уже четки видите до 70 это залог успеха на самом деле неплохой слив еще и бракеты поджим плоду попал чуриду поставил 5 из 38 жестко жестко очень очень классная демка старт мне очень понравился смотрите все на дом от лайда не берем его в пример все забыли данный клайда шарлон танк вертикальные углы запомнили закрепили смотрим его дым очки на плазме как показатель как нужно плазмить вверх потому что у всех у вас там было то 68 67 65 кто код там 59 поднимался и и точно такой же тайм у монстрика но в пределы двадцати пяти секунд конечно основной клайда берем пример данный клайд большой-большой молодец так рампу вообще не прыгнул в арам решил что джампады для ой дабл джампы для макутришников горит монстрик не будут тыкать их неплохие углы тоже вот и вертикальный хороший уже и на краешек рампы тут попал четкие размеренные ракеты еще и ракетой в джампад попал и финишировал кстати говоря каким-то чудом по-моему он должен был зацеплять кажется финиш под финиш и но все получилось и даже не за типа вот одинаковый тайм где-то быстрее шарлон где-то монстрик было бы интересно посмотреть прямо типа спектральный анализ этих дымок take five на 600 перебил 24 1 с одного прыжка модель слэш сервер почему-то свой видимо айпишник написали что углы неплохие здесь тоже очень хорошо поднимался выровнялся в 70 дабл джамп на это рампе не делал и ракеты ой ракета хорошие в джампад помада джампад промазал про что я и говорил самом начале когда карту показывал джампад промазал и увы и ах финиш очень запорол а мог бы сделать 23 секунды вообще изи кипиш 23 4 получше дымка гораздо чем выку 3 физики динозавр вау плюс 600 сделано вот же на рампе да она в конце растерял да и финиш тоже очень долгий но на финише надо вообще максимально к стене кто приближаться потому что там триггер не очень ровный он как-то там по моему рампой такой сделан на не за ну в общем нужно было нужно было таком у меня пуску где мы а вот а пишут ману посмотрит а при сотку плюс 150 сделал хриз и все кипят кипиш уже большой молодец так как из них мешков возможно вот эти два прыжка это использовал рампу минус 300 очень хороший подъем можно даже плюс сейчас выйти да немножко нет минус 100 ну очень классно пока плазмит углы отлично это был джамп очень хорошо рампу словил и но лишнюю ракету пихнул мне кажется и вот финиш даже гораздо побыстрее хоть и плюс всего 150 но финиш гораздо быстрее чем 150 поэтому видео варпак 22 и 9 третье место по моему варпак у нас занимает большой большим молодец варпач красава варпач а я очень хорошо повернул ничего не зацепил тоже использовал другую стену не совсем неудобно смотреть не 2000 почти перед рампу очень классно тогда был же очень хороший рампу не очень хорошо задел конец угол среза срезал но и финиш да тоже не самый оптимальный а так ну блин очень бодро очень очень хорошо реально круто углы не неплохие видимо в конце занервничал угол там не тот был поставил но это такое себе как бы это не так критично так что варпак молодец видим мы да что варпак вантедов мы получали уже это дело даже в бухали вместе с варпаком сидели такие носите рогте игры ну чё давай там по одной вы короче летим на 600 на 700 перебил варпака 22 и 2 второе место и бишь полугой варпак поздравляю встретим минус 100 2 стопочки перед рампой это очень много хороший добавал жамп хорошо рампу толкнул и размеренные ракеты 1500 там и финиш 1000 минус 1 и 2 ну да да вот вот вам пример размеренные ракеты без лишнего спама финиш очень хороший так что и андэ дуди на 12 побыстрее давайте посмотрим в чем там такое сделал такое ой моделька знакомая я разве с этой модельки здесь играл да неплохо ну по-моему можно побыстрее летем гораздо быстрее частично сделал а плюс там вообще у кипиша было плюс 600 на старте так что можно можно быстрее в любом случае давайте посмотрим замедлением м очки топчиков посмотрим этот момент с рампой у декса ну вот видим мы до что отличные углы ну это он за да оба вырублены и как-то он забаговал на этой рампе она его кинула грубо говоря дважды он за счет этого очень хорошо вылетел хотя может быть это калькулейт этот великого это же дэкс ну окей ну и андэ дуде едва ли это калькулейт этот в общем свезло свезло скорее всего конечно же он довершил эту храм 1900 в принципе неплохо есть тоже угол хорошо встал 1600 перед джемпадом и финиш ну и видите это же со схемом финишировал там ну старался как можно раньше пересечь потому что финиш это тоже очень важный момент так давайте посмотрим на браузер вот они в общем-то результаты демка которая не была принята нашим любимым валидатором тути-фрути который для валидирует цпм рандомный опу торнера очень жаль торнер что ты не проследил за этим бриган написал джи джи где-то не пройтись пешком и не узнаешь что там слик ты не узнаешь никогда об этом поэтому такое а а в общем то 200 минут просто 200 минут чувак сидит на карте стрейфовый прыгает по квадратикам и да просто просто прыгает по квадратикам лунтик 170 у него был первый тайм 500 что ли минут ну очень очень жестко там играли все пакет в итоге выиграл 5 5 минут 74 рейтинга и cute bones тоже выиграл это брат овчаркина насколько я понимаю либо может быть и нет я не знаю если ты смотришь это напиши и также лунтику респект да большой-большой молодец также лунтик еще поиграл цпм кстати говоря и он очень много времени на этой карте проводил и это очень похвально потому что карта не из простых так что да лунтик да мы ему тоже все говорили уже что очень 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 большой молодец что он добился все-таки своего минус 20 плюс 30 равно 10 и 10 рейтинга где варпак а ну а да да там дополнительный рейтинг давали у него вот из-за этого тайма типа в минус и он вышел в итоге плюс потому что дополнительный рейтинг там все такое в общем то вот такая карта такой вот обзорю по комментариям я вычленил информацию что не совсем так и плохо когда один так что продолжим в том же ключе если будет кто-то находиться когда у меня будет время записать обзор я буду записывать с этим человеком если нет то буду записывать один собственно теперь это будет независимо от чего-либо либо если это какое-то очень важное мероприятие я буду записывать наверное с кем-то там того же энтера позвать и так далее в общем то это для тех кто не смотрел прошлый нужно стараться лучше всем пока он 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 Продолжение следует...